Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу с вами программу. Я надеюсь, вы приготовились к тому, чтобы кое-что сегодня опять записывать для себя, потому что мне очень хочется, чтобы у вас сложилась некая последовательность действий по отношению к собственному организму и по отношению к процессам восстановительным в нашем организме. Вот тот месяц, который мы с вами разобрали, он уже начал свою работу. Начал свою работу. Только при этом, пожалуйста, не надо думать, что всё произойдёт в течение вот этого месяца, и вы уже вот всё, ничего подобного, к сожалению, потому что мы десятками лет не занимались организмом, ничего не делали. Поэтому, естественно, в это время могут быть разные, так сказать, эффекты возникать. Всё. Благоприятность нашей ситуации заключается в том, что если каждый из вас имеет возможность пойти к доктору и какие-то моменты проконсультировать, при этом, пожалуйста, вы всё-таки всегда, тогда, когда обсуждаете какие-то возникшие проблемы вот в течение таких вот восстановительных программ, и с ними вы приходите к доктору, пожалуйста, вы говорите ему, так сказать, что вы делаете и как. Это важно. Понимаете, несмотря на то, что наверняка большинство врачей будут встречать такого рода вещи в штыки, это я уже знаю, но при этом вы должны понимать, что вот всё, что я вам сейчас говорю, и вот те изменения, которые появляются у нас с вами в этой программе, наконец, может быть, я наберу сил и изложу всё это на бумаге, а не только в дисках, потому что такой диск готовится сейчас, и вот первую часть мы практически записали, вот такой восстановительной программы, так сказать, ну, наверняка он появится не раньше, где-то чем через месяц-полтора, вот таким вот образом первую часть, вторую часть ещё нужно доформировать. Я очень хочу, чтобы вот эта логика построения вашей жизни отложилась у вас в голове как можно более отчётливо, понимаете, с тем, чтобы вы понимали, с чего начинать, как при этом, повторяю, нозология нам с вами не очень важна, не очень важна, какие ярлыки вам уже, так сказать, в вашу медицинскую карту приклеили. Артроз, остеохондроз, гепатит, пиелонефрит или хронический обструктивный бронхит, или что-то ещё, или проблемы, связанные с эрозиями и нарушением желудочно-кишечного тракта, это не имеет значения, не имеет значения. Просто они появились, вот эти вот нозологии, в силу того, что мы никогда ничего по отношению к нашему организму не предпринимали. Мы его эксплуатировали, эксплуатировали и эксплуатировали ничего больше. Вот что очень важно. Понимаете, ну пора отвыкнуть от ощущения, что мы с вами вечны. Ведь так и вот это вот здоровье, которое дала нам природа, оно будет вечно с нами. Пора от этого ложного ощущения отвыкнуть. Отвыкнуть. Понимаете? Оно свойственно в другое время. Ведь когда-то мы считали, что вот чем больше человек ест, чем больше употребляет, тем лучше. На самом деле всё не так. Всё не так. Норма. Норма определяет устойчивость нашего здоровья и устойчивость нашей иммунной системы. Ведь практически вот эту первую часть, которую мы с вами разобрали в прошлой передаче, это часть, при которой начинает, как ни странно, восстанавливаться в первую очередь наша иммунная система. А ведь изменения, происходящие в нашей иммунной системе, мы-то с вами вообще не замечаем. Мы просто перестаём болеть простудами, по крайней мере. А вдруг, так сказать, мы-то там каждые три месяца у нас то-то-то-другое возникает, а тут вдруг нет, перестаёт возникать. Вот что очень важно. При этом одна важная вещь. Даже при аутоиммунных процессах, где стимуляция нашей иммунной системы невозможна, потому что зачастую, так сказать, люди, страдающие аутоиммунными процессами, должны принимать иммунодепрессанты, даже в этой ситуации, мы эти процессы не усиливаем, аутоиммунитет я имею в виду, аутоиммунные реакции организма, а наоборот, снижаем уровень этих реакций, снижаем. Вот что очень важно. Теперь я, так сказать, продолжаю формировать для вас программу. Следующий, какой шаг мы должны с вами сделать? Ну вот мы подготовили себя, мы уже научились правильно есть, мы пьём воду, мы, так сказать, и рыбий жир у нас есть с вами, и караивы, и соляночка холмовая, которые помогают нам в этой ситуации. Можно даже в это время подключить петрушку, если у вас есть проблемы, так сказать, скажем, с почками. А следующий шаг какой? О чём мы должны думать? И вот тут я вам расскажу одну историю. Вот буквально несколько дней назад на нашу почту, вот по семейному доктору, пришло сообщение такое интересное, очень по поводу доктора, имя которого вы знаете. И великого человека, имя великого человека, которое вы тоже знаете, я имею в виду Владимира Ильича Ленина. В самый тяжёлый для него период, когда, так сказать, организм был настолько разрушен, что мировые светила, которые пытались как-то поддержать здоровье Ленина, к сожалению, оказались бессильны. Единственный человек, который мог бы Ленина спасти, был доктор, которого звали Александр Соломонович Залманов, который начал проводить с Лениным, определив его состояние как обширный атеросклероз. У нас тогда ещё такого термина не было, атеросклероз. Но, говоря современным языком, обширный атеросклероз начал использовать свои эскипидарные ванны. И Ленину полегчало, полегчало. Но вот довести эту работу Залманову не дали. По заключению светил, которые тогда окружали Владимира Ильича, усилия, так сказать, Залманова не нужны. Вот и всё. Вот такое вот сообщение появилось вдруг в интернете, причём на достаточно таких серьёзной документальной основе. Почему я сегодня и позволяю себе об этом вспомнить. И, наверное, уже вот от этого вы поняли, что следующий шаг – это цикл скипидарных ванн по Залманову, который потихоньку, аккуратно нужно начинать проводить. Месяц – отстройка своего жизненного уклада, своей жизни, регламентация своего образа жизни с точки зрения питания, воды, с точки зрения поведения себя. И в дополнение к нему мы начинаем проводить цикл скипидарных ванн. Желательно их провести в количестве не менее десяти процедур через день. В некоторых ситуациях через два дня на третий. Когда надо проводить через два дня на третий, если организм очень ослаблен? Очень ослаблен. Вот тогда надо проводить эти процедуры через два дня на третий. Потому что это и моя практика, и ваша практика. Вот эти вот изменения, которые я вношу в программу периодически, они ведь определяются не мной. Да, вот чего-то я такое забыл, потом себе надумал что-то такое, и вот вношу следующее предложение. Это не так. Дело всё в том, что каждую неделю я общаюсь, ну, по крайней мере, по телефону, наверное, людей, выслушивая, наверное, человек 25-30 с разными, так сказать, формами нарушения, которые возникли у человека, у людей. Понимаете? И каждый из этих людей, чаще всего, слава богу, теперь это так получается, они уже что-то делают с собой, проводят, вот соотносяя себя с той программой, о которой мы всё время с вами говорим. И сообщают результаты, которые они получают при проведении тех или иных каких-то процедур, режимов, заложенных в нашу программу. И вот эти изменения, вот эти изменения, которые происходят в организме человека под воздействием программы, они-то мне и сообщают. И вот они-то меня и заставляют переформировать, переставлять какой-то этап из этой программы, может быть, раньше или позднее. Вот что заставляет меня менять эту программу, ваш собственный опыт и мой. Но мы знаем, что после каждой ванны со скепидарной эмульсией, например, жёлтой, давление у человека сразу после ванны падает на несколько десятков единиц ртутного столба. Понимаете? На несколько десятков. Было, скажем, 160, а человек после ванны через 10-15 минут померил давление, а у него уже не 160, а 140. Понимаете? Вот что очень важно. Эти скепидарные ванны имеют другое название. Не просто скепидарные ванны, а капилляротерапия. Капилляротерапия. Что это значит? Это значит, это способ, то есть проведение этих ванн, способ привести в порядок нашу капиллярную систему. И более того. Часто при высоком уровне интоксикации собственными токсинами, продуктами собственной жизнедеятельности, возникает ситуация, когда возникает облитерация достаточно большого количества сосудов. Они оказываются настолько забиты, что теряют свою функциональную подвижность, реактивность. Вот что. И более того, эти капиллярчики как бы исчезают. Но ведь организм наш мудр. И я это видел, так сказать, не один раз, уже как результат уже такого достаточно глубокого медицинского обследования, когда на месте мелких сосудов и капилляров начинают образы, особенно сосудов цельных, они просто мелкие, это не капилляры, но то, что называется артериолы, венулы, вот на этом уровне, так сказать, сосудов, возникают так называемые сосудики обходные. Сосудики как бы заново прорастают. Заново прорастают к тому органу или к той ткани, которая оказалась без поддержки, без питания, без кислородного обеспечения. И туда этот сосудик как бы заново проводится, в обход того сосудика, который остановился, перестал работать. И делают, помогают организму в этом, как раз скипидарная ванна Залманова. Не говоря о том, что большая часть капилляров остановившихся, да как бы отключенных, выключенных из общей системы, нашей сосудистой системы, при этом включаются в работу снова, как бы освобождаются от того груза, который, наверное, накопили в себе. Вот, пожалуйста, вот почему вот к этому первому месяцу, да, вот такого вот подготовительного режима имеет смысл подключить ванны со скипидарными эмульсиями по Залмановские ванны, по Залманову, с тем, чтобы резко, ну как вам сказать, не резко, это не то слово, а качественно улучшить, функционально улучшить работу наших капилляров. Вот для чего нужны эти скипидарные ванны. Без вот такого включения в работу капиллярной системы, мы с вами должного результата всё-таки не получим. Исходить нам нужно вот из чего. Из того, что хотим мы или не хотим, несмотря на то, что болит тут или здесь, или где-то в каком-то месте, это болезнь всего организма, всего, значит, здесь, возможно, и там, и тут. Это такие зоны застоя, где кровь неправильно ходит, неправильно движется, где вот этот уровень внутренней интоксикации очень высок, понимаете? Где наши органы и клетки страдают от недостатка кислорода и питания, который не доносится до вот того необходимого количества, не приносится в эту зону, понимаете? И нам нужно эти зоны убрать из организма. А это делают как раз ванны со скипидарными эмульсиями. Вот в чём дело, понимаете? Вот в чём дело. Поэтому через день или через два дня на третий мы начинаем с вами цикл скипидарных ванн. Запомним, я напомню так и достаточно коротко о том, что эти ванны должны подразделяться как бы на три типа. Понижающие артериальные давления, приводящие, регулирующие, точнее так, регулирующие артериальное давление при гипертензии снижающие, это жёлтые, ванны с жёлтым раствором, повышающие давление при том, когда, так сказать, вот у человека по жизни, он не гипотоник по жизни, а вот почему-то с течением времени давление всё снижается и снижает, снижается. И возникает стойкая гипотензия, то есть стойкое низкое давление. Да, и человек всё время чувствует всё плохо, недостаточно, ему нехорошо. Часто это состояние называют синдромом хронической усталости. Вот в этой ситуации мы используем ванны с белой скипидарной эмульсией. Тогда, когда у нас всё, мы более или менее с вами в норме, и с точки зрения гипертензии, и с точки зрения гипотензии, мы используем смешанные в равном количестве. Вот на эти вот три типа ванн мы с вами и рассчитываем. Ещё раз хочу сказать, что, друзья мои, эти ванны работают в любой ситуации, при любых нозологиях. Противопоказаний, я сейчас говорю, не свою точку зрения. Я как бы всё время, не будучи врачом, я всё время свои собственные какие-то мысли, я всё время сверяю с отзывами и с наблюдениями врачебными, врачебными, с врачебной практикой. И это крайне важно и крайне необходимо, ведь моя задача заключается в том, что вашу жизнь облегчить, а не усугубить. Вот в чём вся штука, поэтому, пожалуйста, эти ванны не противопоказаны, абсолютные противопоказания для проведения этих ванн – туберкулёз. Абсолютное противопоказание. Да и то некоторые врачи считают, что при стойкой хронике туберкулёзной вне острого процесса можно проводить скипидарные ванны. Я в этом не уверен, потому что существует опасность очень серьёзная, поэтому лучше туберкулёз считать абсолютным противопоказанием при проведении скипидарных ванн. Друзья мои, ещё есть относительные противопоказания. То есть тогда, когда уровень сердечной недостаточности очень высок, очень высок, это периодически возникающие гипертонические кризы, с которыми человек должен как-то бороться, к сожалению великому, так сказать, извините, это то, что если у вас такая ситуация, то, пожалуйста, надо очень аккуратно отнестись к скипидарным ваннам и обязательно при проведении их подстраховываться теми препаратами, лекарствами, которые назначены вам доктором. Обязательно. Понимаете? Относительными противопоказаниями, потому что, ну ей-богу, очень большое количество врачей проводят эти скипидарные ванны для того, чтобы избавиться, например, от доброкачественных новообразования. Вот там, скажем, тогда, когда кисты, когда всякие фиброматозные проблемы возникают. Вот при этом в меньшей степени используются эти ванны тогда, когда нужно воевать с полипами. Да, но на сегодня достаточно большое количество врачей используют, в том числе онкологов, используют скипидарные ванны и при лечении онкологических проблем. Да, тогда, когда ни лучевая, ни химиотерапия, к сожалению, великому, ни оперативное вмешательство уже невозможно. Даже в этих ситуациях используются скипидарные ванны, зачастую, так сказать, очень неплохие результаты бывают. Понимаете? Поэтому, так сказать, даже это является относительным противопоказанием. Хотя вы наверняка об этом читали. Именно поэтому я вам напоминаю об этом и хочу предупредить. Пожалуйста, при онкологических проблемах не предпринимайте такого рода шагов, не согласовав их со своим лечащим врачом. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я не пугаю вас. Я просто считаю, что медицина сегодня в борьбе с онкологией всё-таки имеет, безусловно, преимущество по сравнению с теми средствами, о которых мы с вами привыкли думать. Понимаете? Вот в чём вся вещь. Почему я так считаю? Да потому что всё-таки тогда, когда подбирается та же самая химиотерапия, она подбирается на определённый тип опухоли. Понимаете? А то, что существует в народной медицине, это общие, как бы, противоонкологические сборы. Можно им пользоваться? Конечно, можно, но... Но лучше начинать с тех вещей, которые сегодня есть в официальной медицине. Пожалуйста. Итак, тогда, когда говорят, что вот вам температурные, там, горячие ванны, не очень хорошо делать. Ну, не очень хорошо делать. Ладно. Но эти ванны могут проводиться и до 38-39 градусов. А это даже... Это не горячие ванны. Понимаете? Самое главное, чего мы должны достичь при проведении этих ванн, мы должны получить вот этот вот эффект, да, испаренный, подотделение, да? Потому что огромное количество вот тех самых токсинов и метаболитов, которые мы должны из себя убрать, проводя программу восстановления на базе очищения организма, от физиологического очищения организма, мы должны добиться сброса вот этих токсинов и через пот тоже, потому что это очень мощный инструмент для детоксикации организма. Об этом мы не должны забывать. Итак, три жёлтые, белые и смешанные ванны, которые проводятся. Начинаются эти ванны всегда с температуры 37 градусов. И советую вам, так сказать, вот такая спокойная форма проведения этих ванн. 4 минуты при 37 градусах, дальше поднимаем к 38 градусам, да? Ну, сколько времени займёт у вас подъём температуры раствора, в котором вы находитесь? У кого-то 2, у кого-то 3 минуты. И при 38 градусах тоже 4 минуты. Да, подняли до 39, и снова 4 минуты, да? Потом после ванны обязательно лечь в постель. Можно перед ванной, скажем, с малиновым вареньем выпить, так сказать, тёпленькую водичку с малиновым вареньем или мёдом. Это усилит потоотделение. Лечь в постель и в обязательном порядке 45 минут в этой постели полежать. Добиться потоотделения. Это очень и очень важно. Понимаете, это, по сути, первый и очень важный процесс, связанный с детоксикацией, с физиологическим очищением организма. Вот что. Друзья мои, у нас с вами, как всегда, маленький перерыв, после которого я продолжу формировать программу. Субтитры создавал DimaTorzok